Практическая психология Нейропсихологическая для многих Это, в общем-то, совсем непонятная такая терминология Но мы с вами, как специалисты, понимаем, что сейчас это востребованное направление Потому что оно реально практикоориентированное Давайте сначала введём наших слушателей в курс Что же такое нейропсихологическая коррекция Да, несмотря на то, что наука очень молодая, но она очень быстро развивающаяся И очень актуальная, как вы сказали выше То есть нейропсихология, нейрокоррекция — это комплекс упражнений Направленный на выстраивание новых нейронных связей в головном мозге То есть она действована очень до 12 лет Ну и в более старшем возрасте она актуальна Ну то есть вообще нейропсихология и нейропсихологическая коррекция Она у нас, давайте мы сейчас сразу же, чтобы наши слушатели понимали Глубину вообще всей этой науки Она работает с любым возрастом В сути, да Это и в то время, когда мозг пластичен у ребёнка И в то время, когда, например, там какие-то случились ситуации Черепно-мозговые травмы бывают, например, у взрослых Вот особенно, да, актуально при травмах, при болезнях мужичка Да, мужичковая стимуляция — одно из направлений Или, например, перед такими важными событиями, как экзамен в УЗЕ Или в жизни, на работе, я имею в виду То есть давайте сейчас тогда проговорим Вот вы хотели бы сказать, что нейропсихология, она работает и для здоровых людей И для каких-то ситуаций, которые, например, нам требуют Абсолютно точно Медикаментозного или лечебного наблюдения Хорошо Итак, мы будем сегодня больше говорить, наверное, не только... Больше говорить будем о детях, да, потому что у нас тема подготовки к школе Итак, нейрокоррекция, нейропсихологический подход в развитии и обучении ребёнка Кто этим может заниматься? Каким образом этим занимаются специалисты? Это специалисты клинические психологи, нейропсихологи То есть существуют специальные переподготовки Либо обучение уже целенаправленно И этот подход заключается в том, что готовить ребёнка к школе нужно системно и комплексно То есть есть такое заблуждение, что когда ребёнок узнает цифры, узнает буквы, научится читать и писать То он готов к школе, это не совсем так То есть нам важна эмоциональная волевая устойчивость, например Это устойчивость к стрессам, к своим же неуспехам, неудачам Ребёнок должен научиться справляться с ситуацией неуспеха Во-первых Во-вторых, это сильный мышечный корсет мышцы кора То есть чтобы ребёнок высиживал этот урок Чтобы вертикальная ось, да, по которой течёт нервная энергия Она поступала в головной мозг в нужном объёме для усвоения знаний, умений Вот, чтобы ребёнок у нас не лежал на парте Это мы часто очень наблюдаем, да, особенно первые классы, когда несколько минут он посидел-посидел А потом уже, да, действительно в горизонтальном положении А если ещё там 4 или 5 уроков, то тогда уже последние уроки, я бы сказала, докачиваемся Да, мы попозже об этом скажем, потому что это могут быть ещё неинтегрированные примитивные рефлексы Что нам ещё важно в подготовке к школе, вот по нейрокоррекции, это вот дети бывают истощаемые, даже интеллектуально хорошо подкованные Эти знания им не помогают, потому что они истощаются раньше времени, они устают То есть они свой потенциал раскрыть не могут, к сожалению Ну и важно, чтобы ребёнка ничего не отвлекало Мы можем наблюдать, как ребёнок может сидеть на стуле, ёрзать, елозить Его как будто что-то беспокоит Это говорит о повышенной тактильной чувствительности Существует такой комплекс проприоцептивных упражнений, которые вот это всё нивелирует То есть вот сейчас прямо называете все признаки, да? Такой незрелости, я бы так сказала, да? Неготовности к школе Эромоторная незрелость, да Да-да-да И очень многие, наверное, слушатели, особенно женщины-слушательницы скажут О, это как раз про нашего первоклассника, пятиклассника, семиклассника Это может быть, в принципе, мы можем наблюдать вот все эти проявления в любом возрасте, даже у взрослых Да, конечно Хотя говорим мы о подготовке к школе, да? Вот в этом, наверное, мне кажется, и соль, и вкус нашей программы Чтобы понимать, что очень многие вещи нужно делать вовремя Итак, какие, вот давайте ещё прямо сейчас перечислим, так, очень быстро, по существу Какие признаки незрелости? Вот Эромоторная незрелость Да, эромоторная незрелость Ну, ребёнок может быть неуклюж, моторно неустойчив Он может быть легко возбудим, либо наоборот заторможен Он невнимателен, снижены процессы памяти и внимания Переключаемость Переключаемость Дети, речевые функции тоже могут запаздывать Вот в целом вот так И это всегда, всегда бывают дети с такими признаками гиперактивности или же нет? Нет, совсем, да? Не обязательно Хорошо Ну что, немного хочется поговорить вообще про проблемы современной школьной системы обучения Потому что ведь мы, ребёнка, готовим именно к тем Временным реалиям Да, реалиям, которые, в общем-то, диктуют нашу жизнь Да Ну что ж Не хочу сказать, что вот именно школа, да, и вся вот эта система виновата в каком-то неусвоении знаний Да, мы же говорим тут и о физиологии ребёнка И о семье, да, в которой он растёт Но всё-таки в школе есть свои недостатки Это, во-первых, устаревшие методики преподавания То есть ребёнку, современному ребёнку, ему непонятно, почему он не может это всё усвоить Например, в каком-то формате другом электронном, например, да, или в эксперименте Что более наглядно и интересно Почему это нужно обязательно сидеть в классе, да, причём внимательно и нудно слушать Вот этого самого преподавателя, да? Да, особенно когда вот был коронавирус И все вынуждены были сидеть на переменках Это же очень вредно Во-вторых, это отсутствие индивидуального подхода к ученикам То есть все уравнены Темп ведения урока, темп подачи материала, он один для всех Соответственно, тут мы понимаем, что кто-то не успевает, кто-то, наоборот, перегоняет Вот А ориентируются чаще всего по сильным ребятам, да, педагог Потому что он больше заинтересован в этом, да И когда мы видим, что, в общем-то, класс очень такой неоднородный, да, то у нас, получается, выигрывает, может быть, там, силы пять человек, да, попадает вот в этот самый темп, вот этот самый уровень Меньшинство А еще двадцать пять Ну, как уж получается, да? Это, и следующий пункт, это оторванность школьного обучения от жизни То есть это некоторые знания, ну, что уж там Скрывать Скрывать, они совершенно неприкладные И ребенок не понимает, зачем мне вот этот тангенс, катангенс Косинус Да И все остальное Они неприменимы в обычной жизни, соответственно, они расцениваются мозгом как ненужные и быстро забываются Ну, мы в таком случае всегда говорим, что базовое образование, которое тебе дает школа, да, это развивает тебя как личность То есть, ну, вот без этих прямо знаний, без основы вот этой, да, тебе будет очень сложно И когда ребенок задает вопрос, а зачем люди идут в институт, да, это опять-таки про особое такое системное мышление, про какие-то определенные такие навыки, которые, например, будут потом сильно отличать человека, имеющего высшее образование от человека, не имеющего высшего образования Но детям сложно понимать Сложно объяснить Это особенно где-то в начале, в начальной школе, да Чрезмерная загруженность детей тоже имеет место быть, то есть, это факультативы По СанПину ребенок в начальной школе должен учить уроки полтора часа В старшей школе не более трех часов В действительности все бывает не так Да, особенно если, например, у ребенка какая-то такая усложненная программа, например, лицейский уровень или гимназия, да? Ребеночек, например, вот с этой же нейромоторной незрелостью Которую выявляет не каждая диагностика Мы об этом еще поговорим, да? Ну и, конечно, детестаток кадров квалифицированных Вот сейчас все больше в школе, по крайней мере, мы слышим это, да? И некоторые передовые школы, где вот есть директора, понимающие психофизиологические процессы, происходящие в детях, да? Они все-таки берут в штат нейропсихолога или нейропедагога, да? Сейчас есть даже такое направление в педагогике нейропедагогика Это когда на стыке педагогики и знаний нейропсихологии можно помогать детям так или иначе справиться с теми трудностями, которые возникают в процессе обучения Это идеально было бы просто. Я считаю, что каждому учителю эти знания просто необходимы Необходимы, да? Но не каждый учитель готов вообще эти знания получать, потому что на самом деле это непросто Это такая определенная глубина Уже надо все, мне кажется, на более масштабном уровне реконструировать, а не в конкретной каждой школе все переделывать Потому что поток детей Что я от себя хочу добавить по проблемам современной школьной системы обучения Мне, ну, по крайней мере, я в практике в своей сталкиваюсь с тем, что очень часто Ребенок вот с такой как раз незрелостью нейропсихологической Он сразу же учителями списывается в позицию там не вспевающего Хотя он интеллектуально сохранен Великолепный как личность, да, то есть интересный, веселый, жизнелюбивый Ну, это и девочка, и мальчик может быть, кто угодно, да Но педагоги как бы сразу же вешают вот этот ярлычок, да Ну, потому что им сложно с этим ребенком, им неудобно с этим ребенком Им... В садике то же самое Да, да, дополнительно как-то затратно, да, эмоционально и физически И вот уже мы видим, ребенок даже из садика выходит с комплексом какой-то неполноценности Правда, так и есть Тоже наблюдаю школьников младшего звена и даже старшего звена Они уже зафиксировались на своей неудаче Они находятся в ситуации неуспеха довольно длительное время И присоединился вот этот психологический компонент, к сожалению, что усугубляет коррекцию Да, и мало того, не только у детей такое ощущение Но часто бывает уже у родителей, что что-то с ребенком не так Потому что педагоги постоянно подходят, постоянно делают замечания Постоянно указывают на то, что им неудобно или сложно, например, принять или понять Да, и часто вот мы как специалисты сталкиваемся с тем, что ребенку начинают нанимать там репетиторов для подготовки к школе Это по верхам По верхам, да, а надо копать намного глубже И вот если сегодня нас слушают такие мамы или папы, да Я всегда рекомендую, вы сначала, прежде чем нанимать репетиторов Вы сначала покажите ребенка специалисту С какого возраста можно ребенка показывать нейропсихологу? Четырех Четырех лет Потому что вот к этому времени уже мы можем с вами У нас есть какой-то определенный инструментарий, да, по которому мы можем диагностировать Хорошо Итак, факторы риска по неуспеваемости в школе Или каким детям будет сложно даваться школьная программа Давай мы сейчас попробуем это обсудить Конечно, это наши детки с различными задержками в раннем возрасте Это задержка речевого развития, задержка психоречевого развития Неврология вся, ну и, конечно, психоневрология Это детки с левшеством Потому что у них немножко по-другому у них работает мозг, да Ведущая правая полушария Они более чувствительны, они И могут быть проблемы с пространственной ориентировкой Если это все вовремя не корректировать Вот, и дальнейшие это проблемы с чтением, с письмом Детки с неинтегрированными примитивными рефлексами Об этом тоже надо нам будет сказать Может быть, прямо сейчас расшифруем, что это такое? Да, то есть у детей, если простым языком, да Есть рожденные рефлексы Рожденные рефлексы, да, которые до года им помогают Сосательный, потательный Ну и так далее И если они не интегрируются То далее они будут просто оттягивать на себя энергию Во время процесса обучения И энергия пойдет по назначению Не на усвоение знаний, а вот на эти же ерзания То есть, например, если ребенок сидит на краешке стула, да То у него живой вот этот вот рефлекс Когда по спинке проводишь рукой Они переворачиваются на бочок, подгибается колено И поэтому они, если касаются поясницы и спинки стула Они начинают елозить, они не могут так сидеть И вроде, да, учитель делает замечания, педагог делает замечания Ребенок ничего при этом не может сделать Но ребенок, да, расценивается просто как гиперактивный, например, да, неусечивый А там всего лишь нету затухания вот этих самых врожденных рефлексов Которые, в принципе, в норме Мы с вами понимаем, как специалисты должны были сойти к году А ребенку уже может быть 7, 11, ну и сколько угодно Я, например, встречала и взрослых У взрослых это тоже мы наблюдаем Если раньше об этом не говорили, то сейчас мы Есть даже масса исследований по этому поводу, да? Итак, это тоже может вам помочь в этом Специалист, начиная с невролога, да, и нейропсихолог Может определять вот эти, есть затухания вот этих процессов или нет Ну да Хорошо То есть, если они у нас присутствуют Значит, это происходит, ну как бы, да, оттягивание нервной энергии Вот на эти все лишние движения, которые уже не нужны И есть определенные упражнения, которые помогают нам закрыть эти рефлексы Да, двигательные Отлично Хорошо, какие еще есть факторы? По сути, это большой комплекс вот этих вот факторов Все, в принципе, родовые травмы, да, которые вот Да Все, что связано с неврологией, это тоже как раз по неуспеваемости Да, ну видите, тут сигналом будет уже задержки в раннем возрасте Вот психоречивые, речивые, там вся вот эта неврология Хорошо Итак, если у нас дети, мы видим, что у них есть определенные факторы риска Следовательно, с какого возраста, с 4 лет мы можем с вами начинать уже работать с этими детьми? Да, программа нейрокоррекция, она рассчитана на детей с 4 лет Это классическая программа по Семеновичу Каким образом вообще это все происходит? Структура занятия, да? Да Чтобы наши слушатели понимали, да, вообще, что это не страшно, что это абсолютно доступно, что это продуктивно Это еще и весело, если послушать детей То есть три блока мозга, да, у нас существует Первый, второй и третий Первый блок мозга самый древний, энергетический блок, да, отвечает за процессы возбуждения, торможения Ритм сна и бодрствования, за активизацию вообще всех психических процессов И для, то есть детей с дефицитом первого блока мозга можно узнать по повышенной утомляемости Либо наоборот гипервозбудимости Причем тут есть такая особенность, давай мы сейчас уже слушателям нашим расскажем Что вот ребенок, если он очень активный, это не значит, что вот у него вот прям энергия через край Энергия через край, да Это как, вот знаете, такая, как аккумулятор, самозаряжающий аккумулятор Он это делает для того, чтобы вообще существовать, можно сказать Да, двигается, чтобы вырабатывать эту энергию Вот, значит, упражнения, которые способствуют активизации первого блока мозга Это дыхательные упражнения различные, там много вариантов усложнения существует Это глазодвигательные упражнения, то есть для того, чтобы у нас формировалось центральное зрение Детки сейчас сидят в гаджетах и они видят только вот перед собой центрально Периферическое зрение у них плохо развивается, они не видят, малыши, что наврисовано по краям картинки Взрослые дети, они не видят, что с края доски там написано, например, или в книжке Или в книжке Некоторым даже от этого трудно читать, потому что они не видят строчку Да, это двигательные упражнения, различные ползания Эти же упражнения на интеграцию примитивных рефлексов Это первый блок энергетический Вот давай мы тут вот еще проговорим, что правильно ты сказала, что это один из самых древнейших Новообразований, которые там были у нас, как развивался мозг И при всем при этом это основа, база И мы часто бывает видим, что если она у нас не простроена То есть не развита, вот эти новые нейронные сети мы там не простроим То тогда, что бы мы ни делали дальше, со вторым и с третьим блоком Мы все равно всегда начинаем с дыхательных упражнений Мы всегда начинаем с тех, которые как раз достраивают это слабое звено первого блока Причем, опять-таки, хочу напомнить о том, что это хорошо работает не только с детьми, но и со взрослыми Поэтому, когда, если вам, например, специалист говорит вашему ребенку, что Вот делайте там упражнения по дыханию, делайте там упражнения на растяжке Где-то тянитесь, где-то там ползаете Можно вставать вместе со своими собственными детьми Правильно ты сказала, это очень весело бывает Это здорово влияет в положительную сторону на простройку детско-родительских отношений Да, и особенно сейчас после ковида все жалуются на то, что память ухудшилась Очень помогает нейрокоррекция взрослым Но память, это у нас уже совсем другой блок Это следующий, да Идем к нему Второй блок мозга, это блок хранения, приема и переработки информации От органов чувств, от зрения, слуха, осязания, обоняния, вкусовые рецепторы Умноженная чувствительность, да Если у ребеночка тут, то есть мы уже тут будем работать центрально, да Если у него, например, проблемы со слухом, ну не с физическим, с фонометическим Мы уже будем встраивать какие-то упражнения на развитие фонометического слуха Фонометического восприятия в структуру занятия по нейрокоррекции То есть не надо думать, что это просто вроде как ЛФК какое-то Нет, это и когнитивные процессы тоже развиваются в нейрокоррекции А вот сейчас мне, например, зададут вопрос Катя, вот логопед-дефектолог, да, занимается развитием фонометического слуха А тут еще и нейропсихолог, да, должен этим заниматься А тут ведь можно заниматься этим всем комплексно Это системный подход То есть мы задействуем, например, на балансире Мы поставили ребенка, да, и дали ему в руки рейку светозонированную и мяч-маятник То есть у нас тут работает сразу сколько систем Вестибулярная на балансире, зрительная, моторная координация и слух То есть можно придумать очень такое Увлекательный квест, я бы даже так сказала, да При этом мы играюще развиваем важные очень функции коры головного мозга Да, и мотивация не страдает, наоборот, повышается на этих занятиях Вот за это я люблю нейропсихологию Хорошо, вот как раз здесь же у нас получается, да, функции программирования Функции во втором блоке, да, у нас с вами идет, в третий, да, мой блок? Хорошо Итак, второй блок, что это за упражнение? Если это, первое, это мы дышим, растягиваемся, ползаем То здесь это про что? Ну, допустим, если это слуховой анализатор, да Я уже сказала, фонометическое восприятие, допустим Если это зрительный анализатор, можно включить упражнение на зрительно-моторную координацию Вот сюда относятся графические диктанты, да? Нет, это пространственная ориентировка Это уже четвертый уровень пространственной ориентировки То есть там пять уровней, тоже про них скажем когда-нибудь Хорошо, только подскажи, когда договорились, да? Да Хорошо Так, третий блок Третий блок мозга, это блок программирования, регуляции и контроля психической деятельности Он у нас активно развивается до 12 лет, но, в принципе, он развивается у нас всю жизнь То есть это говорит уже о мотивации А ребенок, если у него есть дефицит третьего блока мозга, он не совсем критичен к своей деятельности И тяжело адаптируется к школе и к садику И у него есть трудности в учебе, хотя интеллектуального снижения нет Потому что он не может себя никак организовать И это тоже занимается этим, да, нейропсихолог, да, нейрокоррекция Это как раз подготовка к школе И вот тут очень важный такой момент, что это чаще всего мы делаем уже не в возрасте 4+, да? Потому что там он, третий блок у нас развивается же, он чуть позже? Третий блок, там как таковых прям упражнений, да, целенаправленных на него Есть Игры по правилам Игры по правилам, да, да, да И этим можно уже заниматься в садике Это же вот море волнуется раз, море волнуется два Соблюдение правил, соблюдение очередности в игре Переживание своего неуспеха, опять же Да, это степень зрелости Ну-ка, показать, что ты сейчас чувствуешь, да, с точки зрения, например, эмоциональной, там, например, сферы, да Проговорить это словами Когда ты хочешь сдать сдачу и в это время остановиться Тормозиться, да Это же тоже такая Это высший пилотаж У некоторых взрослых это не получается, да, а то, оказывается, ещё и ребёнок может Отлично Итак, вот три блока мозга Каждый из них отвечает за какие-то свои проявления И нету такого, что, например, первый блок важнее, чем третий в процессе обучения Наша задача, чтобы все три блока взаимодействовали, да, и работали на успешность ребёнка Да, это как дом с фундаментом, с крепкими стенами и с крышей Отлично, хорошо Что ещё важно при подготовке к школе? Так, что же ещё нам важно? Да, чем отличаются занятия по нейрокоррекции от стандартной подготовки к школе, которую вот мы с тобой, в общем-то, часто видим, да, мы сейчас кругом объявления Подготовлю ребёнка к школе, да, и чаще всего это как выглядит, да Я натаскаю ребёнка на какие-то определённые там, да, знания и навыки, чтобы ребёнок, поступая, например, в тот или иной учебное заведение, имел набор вот этих самых необходимых знаний А к седьмому классу он уже там скатывается, скатывается и скатывается Ну, как мы уже говорили, что в школе подготовка к школе стандартная, она отличается просто тем, что ребёнок там сидит за партой И получает какие-то знания Ему так разжёвывают и вкладывают Максимум, что там есть, это физкульт-минутка, да, а нейрокоррекция – это всё-таки движение Новые нейронные связи, они сидя не образуются, только в движении Далее, это школа вкладывает какие-то академические знания, а нейрокоррекция, она подходит с самой глубины, да Она бьёт в то место, где пробел или где плохо функционирующая область головного мозга Это мы как раз говорим про слабое звено, да? Это когда оно определяется при первой диагностике Да Хорошо В школе это единый темп подачи материала, при нейрокоррекции всё-таки, если она индивидуальная, да, индивидуальное занятие Это индивидуальный подход, вот этот вот выявляется слабое звено и подтягивается И таким образом у ребёнка не снижается мотивация А наоборот появляется с каждым упражнением, с каждым занятием всё больше и больше желания Потому что он чувствует, что вот до этого у него не получалось, а вот сейчас уже получается намного лучше Да И комплексный подход, как я уже говорила, то есть задействовано несколько В одном упражнении могут задействованы быть несколько систем Лярная, зрительная, тактильная, проприоцептивная Вот интересный такой тоже момент, что это не только должна быть комплексная, да, но и системная А что такое про системность? Давай проговорим Потому что современный человек, он хочет, чтобы всё было быстро Чтобы всё было прямо, вот взмахнули волшебные палочки Или дайте мне, пожалуйста, волшебную таблетку, чтобы сразу же мой ребёнок справился с теми или иными задачами А вот всё, что касается нейропсихологии и нейрокоррекции Это всегда должна быть определённая система И она не бывает, как говорится, ежесекундной, ежеминутной Давай проговорим, вот примерно мы первый результат видим, когда Ну, во-первых, это занятие по хотя бы минимум два раза в неделю По три раза в неделю По 40 минут В зависимости от нарушения От глубины дефекта Если, например, сейчас мы будем говорить об этом И на протяжении... Я, например, вижу результаты, да, иногда бывает, когда в течение месяца Иногда нужно это закрепить И поэтому всегда говорю, что давайте мы этими упражнениями нейрокоррекции будем заниматься на протяжении 6 месяцев Чтобы увидеть уже такой устойчивый результат Увидеть, чтобы ребёнок это почувствовал, родители И когда иногда проговариваем вот эти сроки родителям, они, конечно, говорят О, нет, это очень долго Да, потому что нам хочется... Результат такой неявно ощутимый, да, если звук Р, там не было звука Р, и он появился Результат можно пощупать А тут, ну да, вроде бы он поспокойнее стал, не такой эмоционально лоббильный Читать лучше стал Да, но ведь вроде как растёт, да, развивается И вот важная история, когда работает в команде родитель, да, то есть как бы мы видим Мы прямо иногда предлагаем родителям, вот вы прямо видео снимаете, да, вот что ваш ребёнок сейчас делает И как он это делает, и какие, да, процессы происходят в его мозге Иногда приходится действительно родителям это объяснять Понять, да, просто проговаривать и на примере, может быть, даже если видео снять в начале занятий, да, спустя срез сделать через три месяца То прогресс будет явный Потому что вот эти замеры для меня, например, как для специалистов очень важны, да, и родителю тоже, когда мы начинаем показывать, что, смотрите, вот тут мы системно работали И справились вот с решением вот этой вот этой задачи Ребёнок лучше читает, ребёнок лучше соблюдает вот эти пространственные какие-то задачки, да, решает И тогда родитель тоже становится частью команды, он начинает поддерживать Потому что важная история по нейрокоррекции – это не только работа со специалистом Специалисты работают с ребёнком, но если, например, на этом занятии присутствуют родители, и он может какие-то упражнения делать вне специалиста дома, поддерживающего, то результаты бывают намного лучше Конечно, конечно, как и в логопедии точно так же Поэтому вот ответственность на плечи родителя, любой специалист, грамотный специалист, он всё равно будет тоже перекладывать Будьте готовы, если вы идёте в нейрокоррекцию, что вам тоже, товарищи родители, придётся и лучше всего с удовольствием работать с этим процессом, да Хорошо, итак, давайте у нас здесь, ага, у нас несколько минут на перерыв, после рекламы встретимся Практическая психология Мы продолжаем программу практической психологии, сегодня говорим про нейропсихологическую коррекцию и её роль в подготовке к школе У меня Екатерина Астанина, сегодня приглашена руководитель коррекционно-педагогического центра Мария Черняк Итак, программа и тема очень интересная Катя, давай посмотрим, за сколько же лучше всего готовить ребёнка к школе Есть мнение, что ребёнка нужно готовить к школе вообще чуть ли не с самого рождения, да? С самого раннего возраста Я против этого Минуточку, сейчас мы говорим про нейрокоррекцию Ага Во-первых То есть мы говорим не про раннее развитие, да? Когда мы торопимся Сейчас мы разжуем Ага То есть это не вот эти карточки с цифрами, с животными, с фруктами, овощами Не карточки, да, которые мы показываем ребёнку, оттягиваем его, опять же, нервную энергию на ненужные ему знания Которые потом впоследствии всё-таки аукнутся, да, в школе А это двигательная сенсомоторная коррекция Это когда мы обнимаем, трогаем, когда мы делаем массаж ребёнку, когда мы его, там, да, пальчики перебираем, даём маленькие какие-то игрушечки, да? Да, воздействуем на все его системы, опять же, на тактильную, то есть это различные виды щёточек, губочек, тканей, да, фактур Проприоцептивную, это прожимания, какие-то... Скручивания Поглаживания, да И зрительную, да, то есть зрительно-моторную, опять же, какой-то камешек в баночку и так далее Слуховую, различные виды музыкальных инструментов, звуки животных Да, я согласна, это с самого рождения надо Не буду теперь с тобой тут спорить точно Вот, это правильно Хорошо, причём, смотрите, опять-таки это всё в процессе жизнедеятельности, да, мы не должны выделять какое-то особое время, да, современная женщина Сейчас я буду развивать там, да, нейропсихологические, какую зрелость у ребёнка Это происходит при общении, при контакте, это происходит, главное, чтобы, кстати, можно нам будет потом порекомендовать, да, что-то почитать по этому поводу Потому что в учебнике нейропсихологии это будет для просто обывателя очень сложная такая история, тема Да, просто вплетаете, можно вплести вот эти вот моменты Развитение нейрокоррекции Вот эти двигательные упражнения, кстати, ползание, это же тоже первый межполушарный акт, обязательно И вот тут ещё тоже очень важно, давай проговорим, что если вдруг ребёнок, каким-то образом, например, он сидел, там, сидел и пропустил, например, какой-то этап развития, например, там, да, не ползал, а сразу же встал и потом пошёл Да, вот это для вас прямо, дорогие мамы и папы, должно быть прямо тревожным очень таким колокольчиком, потому что это, опять-таки, уже в будущем мы можем спрогнозировать, что выльется в незрелость, да, нейропсихологическую Да Невозможно пропускать какие-то этапы развития ребёнку, и не надо восхищаться по этому поводу, вот какой он у нас молодец, да, надо, наоборот, сразу же идти и обращаться к специалисту Учить надо ползать, потому что придётся учить его ползать потом в более позднем возрасте И это, кстати, занимается, опять-таки, нейропсихолог Уже за деньги Да Хорошо Итак, мы говорим о том, что нужно заниматься этим, да, прямо с самого рождения Ну, в какой-то степени, да А когда прямо вот начинает бить тревогу, если что, если что происходит Ну, допустим, если задерживается какой-то этап этого же моторного развития, да, потому что моторное развитие – это индикатор зрелости мозга, да, соответственно, и психического развития в дальнейшем Ну, и, конечно, если речь задерживается, речь – это королева нашей психики, верхушка её развития, если речь задерживается, то, значит, и какие-то базовые элементы, да, ещё не дозрели Поэтому не отмахивайтесь, пожалуйста, да, что, ну, да ладно, начал говорить там, да, заговорит там, да, позже заговорит или там Ну, я тоже там, например, какие-то звуки там не проговаривал Я всегда говорю, что можно закрывать на проблему глаза, да, но лучше всё-таки озвучить эту проблему и начать её вместе с ребёнком решать Да, безусловно, да, конечно Хорошо, что помогают развивать нейрокоррекционные занятия, какие вообще их достоинства и есть ли противопоказания? Противопоказания, да, есть противопоказания, такое, как эписиндром, эпиприступы, да, в ремиссии, точнее, без ремиссии То есть не каждое нейропсихологическое упражнение может подойти такому ребёнку? Да, мозжечковую стимуляцию надо применять с осторожностью Хорошо, давай про достоинства поговорим Достоинств, конечно, масса То есть это начиная от того, что подтягиваются все психические процессы, становится лучше память, объём внимания, повышается общая работоспособность, концентрация внимания, как я уже сказала Психическая устойчивость, то есть родители иногда замечают, что вот он стал лучше себя вести, поведение выровнялось, да, прекратились истерики Эмоционально какая-то зрелость появляется, да? То есть нейрокоррекция, она закладывает гармоничную основу для стабильного поведения, успешного обучения и таких стабильных эмоций Есть ли какие-то такие прямо, знаешь, например, предпосылки, что, например, третий блок мы развиваем после девятилетнего возраста, да? Или там, например, вот сейчас вот у нас, если ребёнок первоблочник, то мы вот можем там с трёхлетнего возраста там с дыхательными упражнениями заниматься Есть ли какие-то такие вот возрастные особенности? Можно, наверное, найти адаптированную программу, да, по нейрокоррекции для малышей, вот для трёхлетних Ну вот, например, я просто про то, что вот даже есть упражнения, да, вот вы найдёте в интернете, например, упражнения для развития, там, например, третьего блока мозга, да? И там вот есть всякие игры, которые необходимы для того, чтобы, ну, для развития, например, тоже функции контроля и программирования И невозможно эту игру делать, если, например, ребёнок не знает цвета или, например, не знает цифры, понимаешь, да? То есть как бы вот тут нужно тоже иметь, вот понимать это, да, что есть определённые особенности для проведения некоторых игр или упражнений Вот, то есть то, что положено, то, что возможно для ребёнка трёхлетнего, да, это может быть невозможно, там, да, если мы ему предложим упражнения То есть все упражнения, все игры должны быть по возрасту Конечно, конечно, да Хорошо, что тебе особенно сильно нравится в нейрокоррекции, самой как специалисту? Мне нравится просто настроение детей во время этого процесса Очень лёгкая атмосфера во время проведения этого занятия, несмотря на то, что, может быть, оно со стороны кажется таким лёгким, двигательным Как некоторые родители говорят, да что вы тут занимаетесь ЛФК? Ну да, движете, глазами смотрите, двигаетесь, да? Но всё-таки может присутствовать блок, да, который за столом, мы там занимаемся чем-то за столом, если там ребёночек постарше И у него дисграфия, либо дислексия, какие-то специальные, да, упражнения существуют Вот, но в основном упражнения подбираются таким образом, что если, я видим, да, что ребёнок в какой-то ситуации неуспешен Мы не долбим это, да, мы не заостряем на этом внимание, мы спускаемся на уровень ниже и понимаем, что Ага, вот тут сложновато Пойдём чуть-чуть пониже, и тогда, безусловно, ребёнок становится успешным, у него получается, мы заостряем на это внимание И он так счастлив Ну и счастливы родители, что тоже немаловажно, да Вот ещё можно проговорить о том, что вообще особенности нейропсихологии заключаются в том, что Если мы выявили какое-то слабое звено, да, мы никогда не начинаем работать именно с ним Мы начинаем подтягивать другие, да, психологические, психические функции, да, и особенности вот работы этого мозга Что, когда у нас они выравниваются, то у нас как раз вот то западающее звено и начинает развиваться, становится более устойчивым и здоровым, я бы так сказать Да, это вот отличие от репетиторства Да Которое тоже, безусловно, нужное в виде деятельности, но сначала нужно пройти диагностику Давай мы сейчас на примере, прямо на практике, да, каким образом, например, мы работаем И так вот, есть такая жалоба Ребёнок учится уже, например, в третьем, четвёртом классе И он до сих пор не может правильно начинать писать там домашнее задание Отступив, например, по математике, там, четыре клеточки вниз, да А, например, слева направо две клеточки, и вот и учитель-то бьётся по этой теме, и родители-то уже в ужасе, да сколько же можно, да И для него это реально очень сложно выполнимая задача Про что это для нас как нейропсихологов? Ну, это может говорить о нарушении пространственного восприятия Когда, кстати, оно у нас, в принципе, развивается? Оно начинает развиваться очень рано Когда у ребёнка должно быть сформировано чувство тела Своего тела, да, своих вот этих границ Почему мы рекомендуем пеленать детей? Да, когда мы пеленаем ребёнка хотя бы на ночь, никто говорит, что днём его надо ограничивать На ночь обязательно нужно пеленать ребёнка, потому что у него формируется вот эта вертикальная ось По которой опять же двигается, это циркулирует нервная энергия И ребёночек, второе, то, что он начинает чувствовать границы своего тела И существует пять уровней развития пространственной, ориентировки пространственного восприятия Первое, это схема тела, то есть ребёнок изначально начинает ориентироваться в своём теле Где у него ручки, где у него ножки, далее, где у него перед глаз, да, левая, правая сторона и так далее Второе, это тело моё в пространстве Как я могу горизонтально, вертикально себя ощущать? Да, где вперёд, где зад, что у меня справа, что у меня слева, что сверху, что снизу Потому что ребёнок начинает на диагностике поворачиваться и не понимает, как это шагнуть влево Да я встречала и взрослых таких Спасибо И сама очень долгое время была с чувством, где право, где лево Сегодня видела женщину, спрашивают её, куда укусил вас клещ, в какую руку? В левую, потрогала себя, только потом нашла у себя левую руку То есть необходимо ещё тактильное ощущение, чтобы понять, что это у тебя левая сторона И вот это на самом деле сейчас не смешно Это на самом деле про то, что в какой-то период можно было помочь Но в то время, наверное, не было и таких знаний Молодая наука Третий уровень — это предметы в пространстве То есть как они относительно друг друга располагаются Что перед, что за, что между, около предлоги Тут же опять у нас вступают в силу Некоторые ребята не понимают предложенные конструкции Четвёртый уровень — это пространство листа Про что я как раз о тебе говорила, да? То есть ребёночек учится определять, где верхний правый угол, где центр листа, где нижний левый угол Я рекомендую брать прям большой ватман Не А4 даже, а большой ватман и на нём рисовать, чтобы было более ясно И понятно, да, ребёнок? Отлично И вот если все четыре уровня у нас... Пять, пять Ещё давай, какой пятый? Пятый — это квазипространство, это логико-грамматические конструкции То, что нельзя пощупать, это месяцы, части суток, недели Сложно, кстати, для многих детей это очень сложная тема Вот если все пять уровней у нас есть, значит, мы, в общем-то, есть вариант, что мы будем успешны в школе Абсолютно И все пять уровней можно развить? Конечно Вот это хорошая фраза, конечно В завершение нашей программы очень хотелось бы дай какой-нибудь совет мамам, да, у которых есть дети Дорогие мамочки, за неделю до 1 сентября, за неделю до школы я рекомендую вам Ну, наверняка же вы приготовили для своего любимого ребёнка новую одежду, новую форму, новые туфли, новые школьные принадлежности Не ждите 1 сентября, а за неделю до школы дайте ему походить по квартире, привыкнуть к этой обуви, привыкнуть к этой блузке, посидеть в ней, да, чтобы это не оттягивало внимание на одежду, на новую, да, дайте ему ручкой новой пописать, карандашами порисовать, чтобы он почувствовал силу нажима, которая нужна, и чтобы он не отвлекался на школьные принадлежности, а смотрел на учителя И я бы не стала покупать, например, какие-то яркие, да, школьные принадлежности, ряписты, это тоже будет отвлекать малыша Надо только договориться будет со всеми родителями в этом классе, потому что тогда я буду отвлекаться на соседские яркие пеналы и учебники и всё остальное Спасибо большое за совет и вообще за ту информацию, которую сегодня вы нам рассказали, очень продуктивно, очень интересно и очень полезно Это была программа «Практическая психология» сегодня со мной была Екатерина Астанина, руководитель коррекционно-педагогического центра Мария Черняк Катя, спасибо и до новых встреч Спасибо вам, до свидания Практическая психология